Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня я хочу показать на своем канале очень классный рецепт фаршированного перца. Никогда не уделяла этому блюду должного внимания, а зря. Потому что в последнее время стала делать по этому рецепту и сама в шоке от того, как вкусно получается. Поэтому рассказала об этом во влоге и подписчики попросили снять отдельное видео. Я выполняю вашу, в общем, просьбу. Для этого нам понадобится перчик. Я всегда выбираю для фарширования крупный. Но мне кажется, так все хозяйки делают. Рис. Я использую всегда при фаршировании перца вот такие пакетики. Мне очень удобно. Как правило, здесь 75-80 грамм. Больше не нужно. 4 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 большие помидорки или 4 маленькие, 3 моркови, 800 грамм фарша. В моем случае сегодня свиной можно использовать разный. Сметана по желанию, кетчуп по желанию. Но я буду показывать, как делаю я. Куркума, лавровый лист, сахар, соль, перец. Не стала показывать. Это естественно. Ну, по крайней мере, соль, перец, естественно. Давайте приступать. Уже все очень вкусно пахнет. Уже пахнет очень вкусным фаршем. И тут лук с морковью и с чесноком. Поэтому хочется поскорее приступить и приготовить самое вкусное осеннее блюдо. Итак, первое, что нам нужно сделать, это помыть наш перчик и подготовить его к фаршировке. Все это делают по-разному. Я выбираю самый легкий способ, на самом деле. Потому что у меня мама, например, она всегда вырезает под шапочку, под шляпку. Я делаю всегда именно вот так. И мне, ну, в общем, нравится результат. Для этого подбираем посуду, куда мы будем весь мусор, в общем, выскребать. И готовим наши перчики. Вот такие они у нас получатся. Давайте покажу еще один. Все семечки стараемся высыпать из самого перца. Получается вот такой перчик. Итак, наш перчик готов. Сейчас приступим к луку. В рецепте всего у нас будет задействовано 4 луковицы. Берем 2. И 2 из этих луковиц режем достаточно крупно. У всех, конечно, это разные пропорции. Давайте я покажу, что для меня значит крупно. Сейчас мы с вами занимаемся луком для подливы, в которой будет тушиться наш перчик. Почему говорю, что нужно уделить внимание. И как бы подлива тоже странно звучит. Заливка, в общем, в которой будет тушиться перчик. Кстати, хочу сразу сказать, что это не мой именной рецепт. Нашла его чисто случайно на просторах интернета. И понимаю, что таких рецептов уйма. И все считают, мне кажется, что их рецепт перца самый лучший, самый вкусный. Я абсолютно не спорю. Просто я была удивлена, что не придавала внимания этой заливке. А она очень многое решает в таком блюде, как фаршированный перчик. Сейчас он у нас очень дешевый. И сейчас вообще овощи, мне кажется, везде очень дешевые. Поэтому это блюдо, мало того, что очень вкусное, его еще и очень бюджетно готовить. Поэтому решилась на такой рецепт. Все. Вот такими, я бы сказала, крупными мазками мы нарезали наш лучок. После того, как мы нарезали крупно лук, приступаем к еще вторым двум луковицам и уже нарезаем их мелко. Итак, мы нарезали мелко лук. Теперь мы его перекладываем в сковородку. Добавляем немного свежемолотого перца. Здесь, конечно, все зависит на любителя, но я рекомендовала бы сделать именно так. И выставляем на средний огонь, чтобы перчик, говорю, лучок подзолотился. Сейчас займемся помидорами. У меня четыре мелкие, мне нужно снять с них кожуру. Делаем небольшие крестообразные надрезы, неглубокие. И заполняем нашу емкость кипятком. Емкость глубокая должна быть, чтобы помидорки покрылись полностью. И оставляем таким образом. Мы через 10-15 максимум минут освободим наши помидоры очень легко от кожуры. Сейчас приступаем к моркови. Так как у нас их три, мы две трем на мелкую терочку, а одну на крупную. Сейчас покажу вам. Так, вот она наша мелкая, крупная, натертая морковь. Если честно, я очень не люблю натерать морковь. Всегда прибегаю к помощи мужа в этом плане. Нашу крупную морковь мы отставляем, а к мелкой берем чесночок, пресс и выдавливаем сюда чеснок. И так, к нашему подзолотистому уже луку с перчиком, который очень-очень вкусно пахнет, добавляем морковь с чесночком. Тщательно это все дело перемешиваем. И оставляем на среднем огне. Итак, наша зажарочка готова. Очень вкусно пахнет чеснок, очень вкусно пахнет добавленный сюда свежемолотый перец. Получается безумно вкусный аромат в квартире, на кухне. Вообще, конечно, вкусный тень еще та. Добавляем в наш фарш буквально 70-80 грамм свежего, не вареного, а сырого риса. Также добавляем сюда нашу зажарочку. И по вкусу солим. Здесь не буду говорить никаких рекомендаций, потому что у всех разные вкусовые качества. Все по-разному, в общем-то, солят, как всегда я это говорю. Я добавлю 3 таких хороших щепотки. Ну и после этого нам нужно очень тщательно перемешать всю нашу заправку для перцев, чтобы заправка стала однородной массой. Все, масса для фаршировки у нас, основа для фаршировки готова. Кстати, я не сказала, что я купила обычный свиной фарш. Кстати, вот неинтересно, потому что до этого я всегда использовала куриный. Ну, будем смотреть с вами. Можно использовать любой на ваше усмотрение. И приступаем к главной составляющей нашего блюда, к заливке. Первое, что мы делаем, это отправляем в нашу сковородочку крупно нарезанный лук. И оставляем его в сковородке до золотистости. Дальше берем помидорки, приступим к ним. Я слила воду и сейчас снимаем нашу кожуру. Как видите, это делается очень просто. Очень жаль, что у меня не оказалось крупных помидор. Ну ладно, будем использовать в этот раз сливки. Они сейчас тоже очень дешевые. Если они кому-то интересны, то килограмм перца у нас стоит 35 рублей. Килограмм таких помидор у нас стоит 20 рублей. Поэтому я же говорю, что это не только очень вкусное блюдо, но и очень-очень бюджетное блюдо. Крайне бюджетное. Вот таким очень простыми движениями мы очищаем наши помидоры от кожуры, чтобы эта кожура нам не попадалась в блюде и не раздражала нас. Все. Итак, помидоры нам нужно либо натереть на терке, либо перемолоть в блендере. Так как, слава богу, у нас есть блендер, я это сделала в блендере. Дальше. Добавляем сюда кетчуп. Если вы не любите кетчуп, можно добавить томатную пасту. Если у вас нет помидор, можно использовать вообще только томатную пасту. Все абсолютно по желанию. Дальше. Добавляем одну столовую ложку сметаны. Сметану точно так же по желанию, потому что я знаю, что некоторые не любят в соусе сметану. Я, например, не представляю, как можно тушить... Я даже добавлю чуть-чуть побольше. Как можно тушить перцы в соусе без сметаны. Это, мне кажется, знаете как, на вкус и цвет, поэтому не буду утверждать. Хотя, мне кажется, я уже это сделала. Дальше. Добавляем немножко соли. Столько же сахара. Свежемолотого черного перчика. Немножко куркумы. Вот столько хватит, наверное, еще чуть-чуть можно. Ну, вы видите, я все делаю на глаз, вам должно быть заметно. И все это тщательно перемешиваем. Отправляем к нашему луку крупно натертую морковочку. И готовим, жарим до готовности моркови. Пока у нас соус настаивается, а лук с морковью жарится, давайте будем уже потихонечку заполнять наши перчики. Я буду использовать вот такую маленькую ложечку моего сына. Мне кажется, что для этого процесса маленькие ложечки самые удобные. Потому что нужно как можно плотнее утрамбовать нашу начинку. Но, смотрите осторожно, очень много начинки класть тоже не нужно, чтобы не было никаких у нас тут ситуаций. Вот наш перчик первый готов. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы использовали всю начинку. Как видите, у меня все перчики. Один у меня получился не полностью забит, но я все равно его поставлю тушить, потому что у меня есть ребенок, есть муж, ничего страшного. Но, в принципе, бывает такое, что начинка остается. Это у меня получилось, что прям тютелька в тютельку. Не знаю уж как так, если честно, слава богу. То я могу сделать из этих, из оставшейся начинки, либо просто котлетки, либо оставить здесь же тушить, но точно так же, как в тевтельке, руками, в общем, обработать эту массу и в такой же, в этот же казанчик оставить тушить. Давайте перекладывать наш перец в казан. Можно, кстати, сразу перекладывать в казан. Я просто решила, что сначала переложу в такую вот мисочку. Когда морковь с луком уже приготовились, добавляем сюда наш соус. К соусу добавляем воду. Я добавлю кипяченую. Тщательно это все дело перемешиваем. Делаем легкий огонь. И оставляем минут на 10, на 15, чтобы наша заливка протушилась. Воды добавляйте столько, чтобы поместилось в ваш казанчик или в мисочку, где вы будете делать ваши перцы. Все, накрываем и даем протушиться. Итак, вот они наши красавчики перчики. Не хватило мне, наверное, буквально одного или двух, чтобы были плотно. Но я надеюсь, ничего страшного. Подлива наша тоже готова. Она у меня рядом с казаном сковородка. Поэтому сейчас заливаем нашу подливу в казан. Заливаем по центру и смотрим, как распределится она. Все, мы залили. Теперь доливаем сюда кипяточек, потому что когда перцы будут тушиться, нам не нужно, чтобы выпаривалась подлива, а нужно, чтобы выпаривалась вода. Но обратите внимание, не холодную воду, а именно кипяток. Все, я залила перчики. Теперь мы накрываем их крышкой, ставим на медленный огонь и оставляем, наверное, минут на 30, может быть, на 35. Готовы перцы тогда, когда готов, естественно, в них сырой рис, который мы положили в начинку. Поэтому пробуем, прежде чем снять с огня. Но вообще, на самом деле, 30 минут всегда хватает. Все, наш перчик тушился примерно 40 минут. Я попробовала, он готов. Сейчас будем перекладывать в тарелочки и ужинать.